Гаусс предполагает, что на свете есть два числа, произведение которых делится на простое число, а сами по себе эти числа на него не делятся. Давайте, я считаю, что определение составов все уже все поняли. Итак, показательства уголовного. Предположим, что существует такие натуральные А и В, что для некоторого простого В верны в следующее условие. А умножить на В делится на В. А не делится на В. И В не делится на В. Предположим, что существуют такие натуральные числа А и В, что их произведения делятся, а вот каждая из них обладает тем замечательным свойством, что не делится. Ни одно из чисел А и В на В не делится. И дальше он говорит следующее. Из таких троих чисел выберем тут, где число В наименьшее возможно. Это называется метод наименьшего контрпримера. Когда вам нужно доказать какое-нибудь математическое утверждение, то вы можете сказать, что оно не верно. Тогда есть какие-то утверждения, которые ему противоречат. Возьмем из этих плохих примеров самый маленький. Итак, вот он, минимальный контрпример. Минимальный контрпример. Замечательное такое слово. Если вам кто-то говорит, что не бывают пять согласных подряд, то необязательно впускаться в длинные рассуждения по поводу строения русского языка. Достаточно сказать, что вот Н, Т, Р, В, Р. Пять согласных подряд. Вот такой есть. Такой есть. Итак, все-таки это не подделочное. А подделом следующее. Возьмем минимальный контрпример. То есть из всех таких троих А и В, В, В. Возьмем ту, которой В самая маленькая. Почему же два с двумя-то как раз не получается. Да и с тремя, между прочим, не получается. Я могу очень легко объяснить, почему с тремя не получается. Любое число при делении на три дает остаток один или два. Одиннажды один на один на три не делится. Одиннажды два на три не делится. Дважды два на четыре на три тоже не делится. С тройкой тоже не получится. Но я предполагаю, что есть такое, какое это простое число П. Не обязательно это два или три. Может быть это сколько-то там миллиардов, сколько-то миллионов. Важно, что мы предполагаем, что оно есть. Существует такое простое число. Но, давайте пишу, из всех плохих троек, я не буду потом доработать, что это означает, имеется в виду тройка, которой А может на Б делиться на Б, П простой, А не делиться на Б, Б делиться на Б. Так вот, из всех плохих троек выберем, внимание, ту, где П наименьшее возможное. Наименьшее возможное. Пожалуйста, это можно, да? Потому что в любом можете, ну, разные чисел, и самое маленькое есть. И где П наименьшее возможное. После этого, уже зафиксировав П, выберем ту, где А наименьшее возможное. Ну, если честно, стоит добавить еще. А после этого выберем, где Б наименьшее возможное. Обратите, пожалуйста, внимание, я делаю аккуратно. Я не говорю, выберем тройку, в которой числа А, Б и П одновременно самые маленькие. Дело в том, что если вы проводите сравнение по нескольким критериям сразу, то сразу возникает вопрос, а что делать, когда одно уменьшилось, а другое, например, не увеличилось? Нет, я очень выбрал. Я получил. Выбрал. И сейчас смотрите, какая получается ситуация. У меня есть вот эта тройка. А может на Б делиться на Б. А не делится, Б не делится. Господа, я сейчас буду изучать эту тройку и уверяю вас, у меня очень быстро получится противоречие. Первое, что я вам скажу. Обязательно А меньше, чем П. Объясняю. А равно П не бывает, потому что А на Б не делится. Почему не бывает А больше П? Почему не бывает такая ситуация? А больше, чем П. Ответ. Потому что можно взять и посмотреть на такую замечательную ситуацию. А минус П умножается на Б. Смотрите, какая замечательная штука. Это же есть А, Б минус П, Б. Правильно? Это обязательно делится на П. Потому что это число на П делится благодаря числу умножителя П. А это число делится, потому что делилось. Так. И теперь очень важная вещь. У меня А минус П меньше, чем П и больше нуля. если А было больше П. То есть число П не изменилось, а число А уменьшилось. Я говорил, что пример рассматриваю минимальный, где А самая маленькая. Нет, давайте я сюда пишу. Затем то, где П минимальная. То, где П самая маленькая. Я не хочу. Может быть, может было и без этого, но не хочу. Так вот, я сумел уменьшить множитель на месте А расположенной, так, что по-прежнему он не делится на П. Потому что если бы он делился на П, то и А бы делились на П. По-прежнему произведение делится на П. Ну и выражение не делится, потому что с Б ничего не произошло. Значит, если бы у меня была такая ситуация, то я мог бы найти меньшего размера примера. Хорошо. Хорошо. Почему? Значит, доказал, что А меньше, чем П. Ну, разумеется, абсолютно так же, как П меньше, чем П. Произведение А, если бы П, у нас делится на П. А что это значит? Это значит, что это Пс. Значит, что это П умножить на С. Внимание! А меньше, чем П. П меньше, чем П. Значит, А умножить на П меньше, чем П умножить на П. Что мы можем сказать про число С? Что-что? Число С что? Меньше чего? П. Меньше П. Абсолютно верно. Абсолютно право. Так, ну, ребята, это простые операции с неравенствами, я не думаю, что их нужно объяснять. Значит, итак, я только что объяснил, что А меньше П. Я объяснил, что П меньше П. Значит, Аgb меньше, чем П квадрат. Значит, поскольку это П умножить на С, значит, С должно быть меньше, чем П. Но, внимание! Если у нас число С меньше, чем П, то это означает, что в числе С все простые множители хорошие, в смысле вот этой вот теоремии, то есть для них такого не бывает, потому что мы же П взяли самым маленьким из плохих. поливидеем. Число С или простое, или разлагается на простые множители. Каждый из этих простых множителей, или само число С, если оно простое, меньше П. Я плохими назвал те простые П, для которых бывает, что произведения делятся, а множители не делятся. Но я же взял в качестве нашего вот этого числа П самое маленькое из плохих. Значит, все, что меньше, хорошее. Значит, число С, все его простые множители, хорошее. Понялись в смысле? А если оно хорошее, то это значит, что вот здесь вот, это или одно простое число, или несколько, и на эти простые числа можно сокращать наше равенство. Давайте это напишем. Разложим число С на простые множители. Разложим С на простые множители. Они все хорошие. Они все хорошие. Значит, вот в этом месте у вас будет какая-то там штучка, какие-то простые множители. Они все меньше, чем число П. Значит, берем число Q1, берем произведение. Произведение делится на Q1. Так, где вот это? Произведение делится на Q1, значит, один из множителей делится. Сокращаем. Или А или В делятся на Q1, сокращаем. Потом другой множитель делится, сокращаем. Третий множитель делится, сокращаем. Все понятно? И у нас получается, когда мы сократим на все эти Q, Q1 до Q2, что число П разложили на множители. Стоп, я немного не понял, почему. А потому что у нас эти числа были оба меньше, чем П. И мы разложили, разлагали, разлагали. По очереди вы чертывали простые множители. Да. И вот и получилось противоречие. Мы предположили, что есть плохое число. Взяли самый маленький контрпример. Самый маленький из возможных. И обнаружилось, что в этом самом маленьком контрпримере числа А и В оба меньше, чем число П. После этого обнаружилось, что число С меньше, чем число П. И после этого мы говорим простую вещь. Что у нас здесь произведение, которое, внимание, делится на кое. Знаешь, один из множителей должен на это самое число Пу один делиться. Так поделись. У нас в результате равенства... Кстати, достаточно только один раз поделить. Потому что, если я сумел уменьшить число А или число П, значит, уже противоречие получилось. Мы же брали в качестве П самое маленькое, и потом, когда зафиксировали П, брали самое маленькое А, когда зафиксировали А и П, самое маленькое Б. Что? Вы сказали, что если А, В делится на Ку один... Не если, а оно делится. Потому что число С представилось в виде произведения нескольких простых множителей. Оно просто должно делиться. Один из множителей делится. Проблема. Предыдущий текст вы не понимаете. Причем совсем не понимаете. Давайте я повторю, конечно. Но вообще лучше было внимательно слушать. Значит, когда вы доказываете какое-то математическое утверждение, то, повторяю, есть такой метод для присмотрения на меньшую структуру. То есть, мы предположили, что наше утверждение не верно. Называется, я тут противно. И среди всех контрпримеров взяли самый маленький. Я подробно здесь объясню. То есть, мы предположили, что есть самый маленький контрпример. После этого мы получили такое равенство. Мы получили, что число С меньше П. Значит, и всех, и тем более, все его простые множители. А меньшие П простые, они хорошие. Это я специально здесь написал. Просто поймите, в математике слова не имеют существо. И с доказательствами нельзя. Просто так вот в гуманитарных науках там можно взять какую-нибудь книжку, без нее главу вырезать, и их уже не будет. Иногда даже лучше становится. Вот, в математике это не так. Если какое-то, в правильном доказательстве вырезаешь одно предложение, чтобы не прочитать, как раз, разложим С на простые множители, они все хорошие. То доказательства вы, конечно, не понимаете. Значит, повторяю. Все множители П обладают тем свойством, что если произведение делится на ФС, то один из множителей делится. Потому что в качестве П мы взяли и самое маленькое из плохих простых чисел. Соответственно, С точка не менее чем-то хорошие. С или само по себе простую чисел. С это произведение нескольких простых чисел. То, что любое число либо равно единице, либо простое, либо произведение, мы сегодня так... Так, ну все, господа, дальше расставим. Я уже понял, что вы не поймете. Значит, господа, дальше расставим. Лучше всего либо взять, собственно, оригинальную книжку Гаусса, либо взять вот эту самую мою статью, как это, по-позадать, я хотите. У Гаусса, наверное, чуть-чуть по-другому, но по сути то же самое. И дальше нужно просто читать, потому что сейчас уже, к сожалению, понятнее я здесь не могу, а проблема, потому что я вполне понимаю. То ли цеха? Нет, секунду. Нет, секунду. Нет, секунду. Секунду, стоп. Вот в этот момент вы должны просто молчать. Потому что сегодня вы этот момент не поймете. Все изучение косматики состоит преодоление некоторых этапов. Вот сегодня этот конкретный этап вам оказался непосимым. Это непринятное. Трагедия, если вы в этот момент начинаете лезть на стенку, и начинаете всем объяснить, что это не маленькая, а я хороший, не трагедия. Зафиксировать, я не понял этот момент доказательства. Завтра надо взять книжку прочитать, или там, послезавтра надо прочитать. Такой подход приведет вас к успеху. Если же вы сейчас будете пытаться, ну как, ну, лекции сорвется. А главное, чтобы вы все равно не поймете. Ребята, добрый вам совет. Когда читаете любую тематическую книжку, совершенно не страшно дойти до пункта, который вам не понятен. Читайте, читайте. Иногда бывает даже, что можно пропустить этот пункт. Главное, чтобы этого не было слишком много. И главное, чтобы в какой-то момент вернуться и разобрать. Вот, а не, чтобы это не стало вашей жизненной проблемой на всю жизнь. Так вот, я считаю, что доказательства уголовных, что я рассказал, хотя уверен, что больше половины присутствующих его не будет. Потому что оно реально трудно. Оно использует вот этот вклад как совершенно замечательный метод минимального фондоприятия.